Усилия органов исполнительной власти не могут быть направлены на физическую достройку объектов. По закону это задача застройщика и дольщиков. Тем не менее, власти делают все возможное, чтобы помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации. В апреле в Краснодарском крае был принят закон о дополнительных мерах по защите прав пострадавших участников строительства многоквартирных домов. Он усиливает механизмы правовой защиты интересов дольщиков, особенно при создании ими жилищно-строительных кооперативов. Многое зависит от личной инициативы самих дольщиков. Их желание организовано совместно с органами власти решать эту проблему. Вы пока не увидите полного реестра дольщиков. Пока не установите в рамках этой процедуры, сколько денег надо на достройку. Какие мероприятия необходимо провести, никакой инвестор за это не возьмется. Мы пока с вами в начале проблемы. Есть процедура, по которой вы должны пройти. Вы этот путь начните. Мы с вами полтора года друг друга пытаемся убедить, и вы друг друга. У вас есть одни мнения, другие мнения. Вы обречены, извините за такое слово, создать коллектив, который способен двигаться дальше. Самым проблемным объектом в мэрии называют жилой комплекс «Курортный» в Адлере. Там были допущены многочисленные нарушения при строительстве. В итоге застройщик Юрий Аганян задержан. Его судьбу решит суд. Вместе с тем, есть и позитивные изменения. В ближайшее время в Сочи в эксплуатацию будут введены четыре объекта. Ну и добавлю, что аналогичный прием дольщиков во вторник проведет прокуратура Сочи.